Просторная, комфортная, с тремя спортивными залами и бассейном, даже стоматологическим кабинетом. Школа номер 62 готова принять ребят. Педагогический состав укомплектован практически полностью. На сегодняшний день остается одна вакансия. Это преподаватель-учитель технологии для мальчиков. Всех желающих мы приглашаем к себе на работу. Всего здесь будут учиться тысяча человек. И все в одну смену. Классных комнат много, коридоры просторные, столовая готова вместить 300 учеников за раз. Из-за того, что это новая школа, с нетерпением хочется сюда попасть, посмотреть, что тут. Потому что школа обещает многое. Спортивные секции, вокал, разные виды творчества. Для детей здесь будут организованы занятия не только по школьной программе. У нас есть детки из Украины, Таджикистана, Узбекистана. Есть дети из Турции. Нас это радует. Мы надеемся, что это будет способствовать хорошему общению с детьми друг с другом. Развитию их кругозора. Они будут дружить и ладить между собой. Старшеклассников пока немного. 11-ти классников не будет совсем. А вот первоклассник разделили аж на 10 групп. Так много оказалось желающих. Мы уже знакомы с учениками, с родителями. Класс большой, 30 человек. Я думаю, что класс очень будет дружный. Всем нравятся кабинеты, оборудование. К концу года в Курской области откроются еще две новых школы – Афанасьевская и Черновецкая. Более 100 общеобразовательных организаций в этом году проводили капитальный ремонт и косметический ремонт. Программы разные. И народный бюджет, и федеральный уровень программы были. И за местный бюджет тоже ремонтировались общеобразовательные организации. Всего на ремонт общеобразовательных учреждений потрачено более 450 миллионов рублей. Елена Романцева, Ангелина Рязанцева, Сергей Дорохов. События дня.